Самые необычные приметы, в которые верили люди. О многих этих приметах мы никогда не слышали, но сто лет назад они были частью народного самосознания и не подвергались сомнению. Как случилось, жди последствий. Может быть, некоторые из суеверий до сих пор живы? Суеверные люди на Руси имели спокойные обычаи хранить в отдельных шкатулках свои обрезанные волосы и ногти. Как считалось, на том свете придется за каждый волос перед Богом отвечать. А они все собраны, не потеряны. Почему и рая не миновать? Нельзя подруге давать булавку. Это к верной ссоре. А если без булавки никак, то прежде надо уколоть ее в руку и только потом отдавать. Может быть, сейчас булавки и не в таком ходу, как в прежние времена, но это суеверие еще живо. Если встретиться в одном месте поп, монахиня, монах, женщина, девица, свинья или лысая лошадь, то тому, кто это увидел, в дальнем пути успеха не будет. Трудно себе представить, в какой части города вся эта дружная компания может повстречаться сегодня. Если на Рождество или Богоявление ночью не будут видны звезды на небе, то в этот год горох сеять не нужно. А если небо ясное и ночи звездные, то для бобовых места в огороде отыскать нужно обязательно. Кто ест гнилой хлеб, тот не будет бояться грома и молний. Наверное, самая необычная и немного опасная примета. Выезжать в дальний путь по понедельникам опасно. Лучше повременить до вторника. Многие по аналогии боятся черных кошек, но на Руси больше боялись зайцев. Кстати, по легенде, когда великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин отправился в Петербург поддержать восстание декабристов, именно заяц перечеркнул ему дорогу, и он повернул обратно. Метеоры в народе считались злыми духами, которые летят к довам и незамужним девкам на соблазнение. Через некоторое время после таких бесовских визитов женщины сходили с ума или кончали жизнь самоубийством. Поэтому при виде метеора огненного, змея, все крестились и громко орали Аминь, Аминь, рассыпься. При рождении ребенка бегали за ворота и спрашивали у первостречного, как его зовут, в зависимости от пола, и тем же именем называли. Считалось, что новорожденный будет иметь счастливое будущее, но обязательным условием было сокрытие этого имени от окружающих, и прежде всего от колдунов, способный испортить ребенка. Поэтому для отвлечения внимания соседям и знакомым сообщали ложное имя. А во время крещения ребенок вновь получал имя уже христианское, которое было более защищено от колдовства. Как правило, именно это имя и носил официальный человек, но свое первое, языческое, он тоже помнит. Он никому не говорил. Если каша в печи поднимется из горшка к задней стенке печи, это сулит изобилие и счастье, а если кустью печи урон и разорение дому, такую кашу не ели, а сразу выкидывали подальше от дома и совершали магические действия, чтобы нейтрализовать плохое знамение. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...